Итак, короче, друзья, для тех, кто смотрит записи, большой привет. Сейчас будет очень такая интересная тема. Хочется сразу объяснить, что моя реакция может быть не совсем адекватна, потому что я это уже пережил, потому что история началась там три месяца назад, и мы очень долго... Короче, что я начинаю? Поехали сразу. КХЛ-маркетинг. Интересная тема. Публикую новость. Даже закреплю на главной странице, пожалуй. Итак, поехали. Блин, у меня нервный смех еще будет, потому что такие флешбеки из Вьетнама пойдут. Но это дичь. Эта история началась три месяца назад. Мы не придавали ее огласке, чтобы не тревожить пользователей, не рисковать. По поводу рисков могу сразу сказать, что до конца не было понятно. Ладно, неважно. Потом не буду отвлекаться. Но решить проблему с первого раза не удалось. А если не удастся во второй раз, то под угрозой Good Game, в который многие люди вкладывали время и усилия. Кроме того, данное дело касается всех сайтов, на которых размещены плееры стримерских платформ, просто плееры. Если на этих трансляциях будут нарушены права третьих лиц, то на сайт могут подать в суд. А контролировать происходящее на прямой трансляции невозможно по определению. Держитесь. Короткое описание сути дела. Пользователь, левый пользователь, новый, купил трансляцию к ЭХЛ, Континентальной хоккейной лиге. И начал ретранслировать через рестрим ИО, насколько я помню, на разные службы, в Однокласснике, Твич, Гудгейме. На нашем сайте трансляцию закрыли спустя 9 минут. Ее посмотрело 40 человек, включая, собственно, модератора, человек, который делает стрим, и адвоката, истца. КЭХЛ подали на площадку в суд. От Гудгейм хотели 10,5 миллионов рублей. Ой, блин, я вспоминаю флешбеки. Суд частично удовлетворил требования истца. Нас признали виновными. Обязались заплатить 300 тысяч рублей. И, что самое главное, при повторном нарушении сайт могут заблокировать. При этом трансляцию могут запустить КЭХЛ или любые другие заинтересованные лица. И как бы быстро мы не среагировали, нас снова могут признать виновными. На данный момент мы подали апелляцию на решение суда. Это коротко. Блин, я просто пережил опять эти моменты. Действительно, короче, прилетает вечерком в четверг, там, 20 какого-то там марта, что ли, в конце марта, да? 28 марта. Вечером в 19.59 по московскому времени пришло письмо. Дальше подробно все. Со скриншотами, с материалами дела. Ознакамливайтесь вообще, зарывайтесь. Это чтиво просто как детектив интересный. Прилетает вот такое письмо на почту главного редактора. КЭХЛ-маркетинг, бла-бла-бла, свидетельство о регистрации, письмо. В избежание блокировки немедленно прекращайте. Прекращаем. Спустя 9 минут после получения письма. То есть, ладно, давайте расскажу. На Гудгейме разные стримы. Вы понимаете, что есть стримы и под галкой, там сериалы, бла-бла-бла. Но если прилетает страйк от правообладателя, мы трансляцию закрываем. Если это канал пользователя, который, ну, на варек, это сразу минус канал, минус пользователь, как в этом случае было. Ну, потому что там реально левые товарищи. Если это стример, то мы блочим трансляцию и потом разблокируем, проведя разъяснительные беседы. Вот. Но как только прилетает страйк, мы стараемся реагировать максимально быстро. Но нереально быстрее, понимаете? Если вам приходит после рабочего дня в четверг вечером письмо, и вы на него среагировали через 9 минут, это мега быстрая реакция. Ну, я думаю, ну, отлично, все замечательно. За это время две трансляции посмотрело 40 человек, включая, собственно, ИСА, стримеры и модераторов. Статистика прилагается, пожалуйста. Можете посмотреть. Яндекс.Метрика. Могу расшарить. Никаких секретов нет. На следующий день был подан иск в Мосгорсуд, только Мосгорсуд занимается делами подобного рода, с требованием прекратить трансляции и взыскать за два факта, потому что два канала, по 5 миллионов рублей. Максимально возможная сумма, которую запрашивают по закону. Еще 400 тысяч за судебные издержки. Блин, у меня флешбеки опять. И оплатить госпошлину в 58 200 рублей. Всего 10 миллионов 458 тысяч. Нужно убрать имейл. Представитель из сайта скриншот личный имейл. Блин, вот классно. Пошло редактировать. Блин, я же не это самое, не... Давайте пока ссылочку удалим. Не согласовал. Кстати, забегая вперед, Яндек, наш старый добрый пользователь, отличный адвокат. Несмотря на то, что дело по факту проиграно, у меня это первый опыт, конечно, в суде, это первое, в принципе, судебное дело на Гудгейме за один с половиной лет работы, но у меня была возможность сравнить того адвоката, ну, не адвоката, он представитель СЦА, и, собственно, Яндека. Красавчик. Просто красавчик. Не помогло, но красавчик. Позицию четко, все как надо, спокойно, ничего не забыл, обо всем предупредил. Ну, ладно, это такая... Едем дальше. Об этом мы узнали не сразу, а 10 апреля, то есть спустя где-то, получается, 12 дней. Нам пришло письмо от представителей СЦА и решение суда. В решении суда информация следующего характера. Типа принять обеспечительные меры мы должны сделать так, чтобы трансляция не была на нашем сайте. Ну, ее как бы не было даже до того момента, как были поданы документы в суд. Иронично, да? Вот. Днем ранее, 9 апреля, пришло письмо от Роскомнадзора. Это стандартные письма. Они периодически присылают о том, что у вас есть запрещенный контент, нужно избавиться. Я говорил о том, что были у нас... Роскомнадзор каким-то чудесным образом обнаружил две старые темы на форуме Goodgame. Одно было что-то про суицид. Завуалировано, но тем не менее они как-то обнаружили. Естественно, мы это все почистили. А во второй что-то о наркотиках. Тоже почистили. Вот. Значит, пришло письмо от Роскомнадзора до этого. Естественно, к этому моменту оба канала были заблокированы, о чем мы им написали. Они стандартно ответили, что в течение трех дней проверят и в случае, если контент будет еще доступен, снова напишут. Они не написали ничего, подтвердив, что трансляция не ведется. Ну, что, в общем-то, и логично. Мы попробовали связаться с директором КХЛ Маркетинг. Ну, подумали, ну, ошибка какая-то. Ну, вот нормальный человек, надо попробовать донести мысль о том, что вот мы среагировали быстро, мы все убрали сразу же. Вот. Написали письмо, описали ситуацию. Можете ознакомиться, я не буду. Свет был формальным. То есть стандартная отписка, разговариваете с юристом, ничего не знаем. Все, соответственно, здесь есть. Не доводить до суда. Мы консультировались с разными людьми, потому что знакомых много в сфере. И в сфере интеллектуального, слава богу, права тоже. Я наивный, естественно, верил в том, что у нас хорошая позиция. И у меня была вера в том, что наш суд самый справедливый суд в мире. Вот. Но меня предупреждали, что в идеале не стоит доводить до суда, потому что там рандом. Там рандом и, скорее всего, не в нашу пользу, несмотря ни на что. Ну, потому что практика есть судебная. Можно посмотреть. Там порядка полутора десятков дел с участием в КХЛ-маркетинг. И нет ни одного оправдательного. Двенадцать удовлетворены полностью. И четыре частично. Вот мы в эту четверку типа входим. Вот. Типа у нас расклад лучший из возможных. Вот. Но не самый лучший, как выяснилось совсем недавно. Ну, потому что судья не назначает там ниже 500 тысяч в неформальной обстановке нам тоже рассказали. В общем, пытались мы решить в досудебном порядке, но сделать не удалось по двум причинам. Во-первых, истец требовал... Ну, он торговался. Сначала там было 10 миллионов, потом 5, потом 3. Или там... Нет, 10 не было. 10 изначально. Опустились до 1 миллиона рублей. Вот. Но у нас не было гарантии, что заплатив этот миллион, у нас не будет после этого никаких сложностей с ними. Потому что проблема все равно останется. Проблема остается... Ну, она частично остается и по сей день, но мы определенные шаги предприняли, чтобы избежать в дальнейшем. В частности, ввели при создании канала вот как раз авторизацию при помощи мобильного телефона, все дела. Вот. Но угроза по-прежнему присутствует. Причем не только для нас, но и для любого сайта. СМИ он, не СМИ. На самом деле, адвокат строил свою... Адвокат истца строил свою линию на том, что мы средства массовой информации и том, что мы несем ответственность за весь контент, который появляется у нас на сайте. Вот. Защита выстраивалась на основе того, что наша организация занимается разными направлениями деятельности. У нас есть редакция, есть, соответственно, свидетельство о регистрации средств массовой информации. У нас есть лицензии на телематические, на предоставление телематических услуг связи. Мы занимаемся и выступаем в стримах как информационный посредник. То есть мы не редактируем этот контент, мы предоставляем сервис, и пользователи это... То есть редакция не имеет никакого отношения к трансляции. Вот. К чему это я? К чему это я? А! К тому, что в судебном решении, в результате, упоминание о СМИ было вскользь. То есть это был не аргумент. Не главный аргумент. Поэтому есть у вас свидетельство о средствах массовой информации. И являйтесь там Киберспорт.ру, который размещает плееры Твича. Канобу, который тоже там размещает плееры Твича. Любой другой сайт, неважно, СМИ, не СМИ, все попадают под потенциальную раздачу. Потому что пользователь стартует трансляцию, которая нарушает права третьих лиц. Делается скриншот. Неважно, какое количество там будет зрителей, потому что адвокат прислал скриншот, там, где было два человека. Он и еще кто-то смотрели эту трансляцию. И это прокатило. Это прокатило. Все. И дальше процесс. Процесс с практикой без... Ну, только обвинительные приговоры. Я смеюсь, у меня нервный смех, потому что, это страшно. Это просто страшно. Вот. Мы... А, товарищи еще вели себя, на мой взгляд, не очень тактично к ЭХЛ-маркетингу. Я имею в виду именно стадию такую переговорную. То есть, они присылали без запросов судебную практику. Типа, посмотрите, вы в любом случае не выиграете. Вот здесь, вот здесь вот. Прислали информацию о том, что, ну, вам судья меньше 500 тысяч не назначит никак. Прислали, соответственно, торговались по деньгам и говорили, если вы вот в этом месяце успеете заплатить полтора миллиона, то нормально. А вот дальше уже будет сложно. Ну, в общем, такое давление оказывалось. И были сомнения в том, что даже заплатив эти деньги, мы избавим себя от рисков, что с этими товарищами снова не встретимся. Вот, это все тут перечислено. Судебный, а, да, кстати, ну и то, что судебный иск был подан, несмотря на то, что трансляция была сразу остановлена. Это вообще абсурд. В судебном иске и в судебном решении пишется, что мы должны прекратить представлять технические условия для трансляции с КХЛ. Но к тому моменту, как подавался иск, никаких трансляций уже не было. О, смотрю, ГГ, четыре года годный контент. Это вообще бомба. Мы, я, мы совещались долгое время, когда выносить это на общественность, потому что, ну, с одной стороны, можно привлечь товарищей, ну, для того, чтобы они помогли советом каким-то. Возможно, кто-то что-то подсказал бы или предать это огласке, предупредить, самое главное, те владельцев тех сайтов, на которых размещены плееры, которые не обязательно должны являться стриминговыми площадками. Там, если посмотрите дела КХЛ-маркетинг, там, там и народ, и клаудфлеер, они судятся со всеми, со всеми. И большинство дел выигрывают. Короче, едем дальше. Прямо меня так, ух, бодрит. Подготовка к суду. Привлекли хорошего адвоката, консультировались с коллегами из сферы, подготовили отзыв на исковое заявление. По возможности, если будет интересно, все выложено, вот кроме одного письма, которое надо удалить, там, имейл, это личная информация, как юрист подсказывает. Ознакамливайтесь. Повторюсь, это чтиво. Очень интересное. Вообще, это был первый опыт, как я уже сказал, в суде. Очень интересный, но лучше не повторять, потому что ты возвращаешься туда с, ну, во-первых, там масса обвинительных приговоров в любом случае, ну, по крайней мере, вот в этой сфере. И шансов у нас было очень мало на то, чтобы победить. Хотя, логика, да, но опыт интересный. То есть, это здание суда, Мосгурсуд, такое величественное, классический вот этот вот зал судебный. Там можно зрителям прийти, кстати. Кстати, может быть, соберем пацанов на апелляцию? Там же можно прийти на дело. Можно прийти на дело, послушать. Вот, стол у истца, у защиты, судья, там стенографистка сидит. Опыт классный. Так, о пользователе, который запустил трансляцию. У него есть пара аккаунтов на сайте, это Новорек. Один из имейлов содержал фамилию. Базовый поиск выдал имя и фамилию, твиттер, номер телефона. Ну, как бы, идентификация очень быстро прошла. Мы ходатайствовали о привлечении его к участию в деле в качестве третьего лица. Ходатайство отклонили. Вот. В связи с этим мы при создании канала начали запрашивать больше информации о пользователе. По крайней мере, будем верифицировать телефон, потому что подтвержденный телефон это уже что-то. Но меня, конечно, тоже поразил этот факт. Представляете, на предварительном слушании была следующая ситуация. Представитель ИСЦа говорит, «Ну, в аналогичных случаях, когда пользователь проводил трансляцию, нам удавалось получить обвинительный приговор, признавал суд его виновным, но из-за того, что либо сложно пользователя найти, либо сложно с него денег много взять, мы решили судиться с другими». И это я человек вообще, который не знает вообще, как происходит в судах, но у меня такие моменты иногда просто в ступор. Как это? Как это? В аналогичных делах был признан виновный, но из-за того, что вы не можете его найти или взять достаточное количество денег, вы будете судиться с другими? И все молчат. Я не понимаю, что происходят такие моменты. Вот, хорошо, адвокат все объяснил, он говорит, это нормально. Максимальная сумма иска 5 миллионов, это нормально. Ничего страшного. То есть мы, скорее всего, проиграем, шансов у нас немного, но это жизнь. Яндекс меня поздравлял, он на позитиве всегда был такой. Очень классный адвокат. Краткое описание судебного процесса. Да, в суде есть те сделки, а я рассказывал об этом, что есть лицензия СМИ, но это не решает абсолютно. Защита строилась на том, что у медиан есть несколько направлений работы, в том числе лицензия на телематику, стримы относятся к пользовательскому контенту, а не к редакционному, они выходят в эфир в прямом эфире, они выходят в прямом эфире и не редактируются. Поэтому мы выступаем в качестве информационного посредника со всеми вытекающими последствиями. Судебный процесс шел около полутора часов, судья давал высказаться. Вообще судья очень хороший, мне показалось так. Она реально вникала в суть дела, она реально задавала интересные вопросы. В определенные моменты даже казалось, что адвокат атакующий, ну просто сыпется, она его там и чуть-чуть подкалывала, когда он там рассказывал о тех сумасшедших затратах, которые они понесли, выпуская контент, и что именно мы должны заплатить за эти затраты, потому что они много потратили. Вот. Ну и решение суда, в общем, ознакомливайтесь, много-много скринов. А, Twitch. Аналогичный иск был подан на Twitch, там порядка трех каналов, работало более длительное время, потому что скопилось порядка 60 тысяч просмотров на этих каналах. В неформальной беседе с адвокатом он радовался, ну и говорил, что там вообще все настолько прекрасно, что либо Twitch заблокируют, либо они с них денег много поимеют. Но, ну может быть не но, но тем не менее. 2 июля, в начале этой недели появилось судебное дело о прекращении, а, судебное дело, а, появилась информация, что судебное дело было прекращено по мировому соглашению. То есть они договорились на мировое соглашение. В мировом соглашении значится сумма в 6 тысяч рублей. И это немножко меня обескуражило, я не понимаю, как так. Ну, там минимум пятнашка была за три канала, максималка. И гораздо более сложная ситуация. может быть, юристы твичевские, там даже не твичевские, там амазоновские юристы из, кажется, бейкерс-компании называется, американская. У них другие бюджеты, у них другие ресурсы. И каким-то образом, каким-то образом, вот, слава богу, естественно. хотя я не знаю, может быть, они заплатили просто, просто мимо. Например, чтобы с налогами не заморачиваться или судебные издержки как-то, там же тоже судебные варьируются в зависимости от госпошлины, точнее. Не судебные госпошлины, оговорился. Короче, ситуация интересная. Мы, естественно, не можем никаким макаром признать свою вину и будем, ну, потому что нам либо стриминговый сервис закрывать, в принципе. Вот. И повторюсь, даже в таком случае, размещая плееры других стриминговых площадок, мы не застрахованы от того, что нас подадут в суд. Ну, не застрахованы. Не важно, какой плеер там. Не важно. Делается скриншот. Ваш сайт. Ваш сайт. Добрый день. Мосгорсуд. И понеслась. Примодерировать прямые трансляции по определению нереально. То есть я допускал, что можно сделать какую-то типа нейроночку, которая анализировала бы первые секунды стрима и смотрела, это спорт, это запрещенный контент. Ну, по крайней мере, спорт или не спорт. Но сразу, первый же аргумент. FIFA, как определить, человек в FIFA играет или транслирует спортивную трансляцию. Там нейроночку нужно так обучить хорошо, чтобы она точно определяла вот. То есть ситуация какая? Мы не можем модерировать, премодерировать прямые трансляции, потому что они идут в прямом эфире. Как бы быстро мы не среагировали на имейл. Представляете, приходит имейл вечером в 8 часов. Через 9 минут каналы заблочены. Этого не хватает. Мы предлагали товарищам, давайте мы выдадим вам права на сайте, чтобы вы могли те трансляции, которые нарушают права, вы сами могли бы их закрывать. Мы, кажется, с Match TV по такой схеме работаем. Им это не нужно. КХЛ-маркетинг, судя по действиям, создан для того, чтобы зарабатывать средства таким вот образом. Ну, потому что им обеспечительные меры предварительные. Ну, то, что трансляция закрыта была, им пофиг. Они на следующий день подали исковое заявление. В исковом заявлении максимальная сумма. От каких-либо прав на сайте, чтобы такого не появлялось снова, они отказываются. Вот. Что делать дальше? Это большой вопрос. Во-первых, я хотел бы обратиться к товарищам, которые имеют отношение к другим сайтам, где размещаются плееры, просто предостеречь о том, что неважно, являетесь ли вы средством массовой информации, не являетесь средством массовой информации. Размещенный на страницах вашего ресурса плеер, в котором нарушаются права третьих лиц, по практике Мосгорсуда вы виновны. Посмотрите, зайдите на Мосгорсуд, найдите КХЛ, КХЛ-маркетинг, там будет порядка 15 дел, и вы не найдете ни одного оправдательного. Вы найдете сдюжину обвинительных и 4 частично удовлетворенных дела. при желании, если такая практика сохранится, любой из нас под ударом. Вот. Экспертное мнение, естественно. Если среди вас есть люди, которые достаточно компетентны или знакомы, чтобы ознакомиться с материалами и вынести свое какое-то интересное суждение, я не ставлю под сомнение нашего компетенцию нашего адвоката ни в коем случае, повторюсь еще раз, но дополнительная информация нам не помешает, в любом случае не помешает. И, ну да, мы в качестве, мы уже отказались от лицензии на СМИ еще в процессе по делу, потому что вся, все обвинение строилось на том, что мы СМИ, хотя как бы суду на это было пофиг, как выяснилось. Удивительный опыт, просто удивительный. Не дай бог. Ну, представьте, у вас там обороты такие, что сопоставимые, а вам прилетает десяточка сразу. Прилетает десяточка 10,5 миллионов рублей. Здравствуйте. За то, что ты не можешь предотвратить в принципе. Ну, а ты тут стараешься, что-то развиваешь, там, человека какого-то нового нанял на разработку, ох, минус 60, 80к, так, что же делать дальше? А тебе бах, там просто 10,5 лямов. Здрасте. Вот. Ладно, хорошо, нам только 300 надо. Ну, мы, естественно, платить не будем, мы апелляцию подали. Вон, можно апелляцию зачитать, кстати, хорошая тема. Я, я, конечно, не специалист, но у вас наверняка в основной капитал 10 тысяч рублей, нельзя ли просто ликвидировать юрлицу? Мы разные варианты рассматривали. И, конечно, был запасной вариант, что если суд вынесет какое-то решение, банкроты, до свидания, реорганизация и вперед. Процесс тоже болезненный, мы, скорее всего, потеряли, ну, мы уже зондировали почву, но это не помогло бы просто. Понимаете? Доменное имя, доменное имя может быть заблочено просто и все. То есть, ты говоришь, хорошо, мы, к сожалению, не можем вам ничего выплатить, мы банкроты, но Good Game 2 работает. Да, там поменялось юрлицо. Пролетает следующий судебный иск. И вот, говорят, посмотрите, товарищи в прошлый раз были признаны виновными, не заплатили и продолжают работу. Они такие, ай-яй-яй-яй-яй. И в таком случае суд говорит, надо заблокировать. Роскомнадзор, Good Game.ru, домена нет. До свидания. Поэтому это не вариант. А нельзя ли сделать галку перед началом трансляции, что ответственность несет? Да, блин, какая ответственность? У нас в пользовательском соглашении это есть. У нас есть это в правилах сайта. Все это мы показывали. Суду на это пофиг. Серьезно. У нас в правилах сайта с 16-го года не редактируемых стримеру, что можно стримить, а что нет. Стримы, спорт. Запрещено стримить. Спортивные трансляции. Рестлинг, футбол. 2015-го года. Пользовательское соглашение о том, что пользователи не должны нарушать законодательство Российской Федерации и там права третьих лиц. Все это есть, но это все было предоставлено. Предоставлена даже рассказана была система модерирования, что у нас там есть специальные жалобы на контент, что мы сайт, на котором главные трансляции это игры, компьютерные игры. Мы, конечно, не рассказываем, что там под галкой иногда у нас аниме транслируют и корейские девочки прыгают, но если приходят повторить жалобы от правообладателей, это нормальная практика, мы трансляцию прикрываем. То есть, ладно бы у нас там был какой-то адрес khlhdfree.ru Вот, но домен-то, блин, 12 лет, поэтому это не вариант. В общем, прекрасный, прекрасный опыт, и я почти что заново все это пережил. Так, давайте апелляционную жалобу почитаем. Вот это наиболее актуальный документ с нашей стороны. Заодно будет представление сложиться у тех, кто далек. Большинство далеки от этого, и слава богу. Потому что, ну потому что ты встаешь, такой думаешь, блин, ну нормально вроде все, ну хорошо отработали, быстро отработали, закрыли. Я и на суде был, на предварительном слушании, они видят с бобра, с бобра что с него взять? Ну думаю, да и слушали нас, издавали правильные вопросы. И вот ты стоишь такой, и тебе обвинительный приговор такой, здрасте. Ну как? Ну как? Мы там, конечно, ладно, давайте почитаем. Сейчас грамотный будет язык. Апелляционная жалоба ООО «Медиан» на решение Московского городского суда по гражданскому делу номер 3 0400 2019. 31 мая 2019 года Московский городской суд, рассмотрев судебное заседание исковое заявление ООО «КХЛ-маркетинг» дали истец, ООО «Медиан» дали ответчик о защите исключительных смежных прав на сообщение телепередачи для каналов «КХЛ». А, сразу скажу, что после прочтения этой апелляционной жалобы вам покажется, что дело изи просто, что просто, ну, 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 невиновные мы, ну вообще, столько нарушений, как тут можно... У меня такое же ощущение было, не поддавайтесь на него. Не поддавайтесь. Истцом, а именно, обязал ответчика прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение иное использование сообщений и передачи телеканалов «КХЛ» «КХЛ-ХД» на сайте информационной лекарственной сети интернет «Goodgame.ru», а также взыскал с ответчика в пользу истца компенсацию за нарушение исключительных прав в размере 300 тысяч рублей и расходы по оплате госпошлины в размере 12200. Ну, лучше, чем, конечно, 10,5 миллионов, но неприятно. Мотивированное решение согласно публикованным на сайте суда тексту решения было составлено 4 июня 2009 года. Ответчик настоящим обжалует данное судебное решение в апелляционном порядке, поскольку не согласен с принятым решением. Считает его необоснованным и неправомерным в связи с ниже следующим. Суд первой инстанции неправомерно привлек ответчика к имущественной ответственности за нарушение исключительных смежных прав в связи с появлением на сайте ответчика спорных видеоматериалов, необоснованно не применив нормы статьи 1253.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей особенности ответственности информационных посредников. Согласно первому пункту данной статьи информационный посредник это лицо, осуществляющее передачу материала в информационно-телекоммуникационной сети интернет, лицо, предоставляющее возможность размещения материала с использованием информационно-телекоммуникационной сети лицо, предоставляющее возможность доступа к материалу в этой сети. Ответчику принадлежит сайт в сети интернет по адресу goodgame.ru Кстати, формально тоже медиана не принадлежит goodgame.ru goodgame.ru зарегистрировано не на юрлицо, можно было, конечно, съезжать, но это тоже в любом случае может привести к блокировке домена. Неважно, избежим мы наказания как юрлицо или нет. А также аппаратура сервера программное обеспечение, обеспечивающей работу данного сайта. Сайт-ответчика состоит из множества разделов и сервисов, в том числе раздела трансляции в скобочках стрима, где пользователям сайта предоставляется возможность размещать собственные видеоматериалы в форме видеотрансляции в реальном времени. Данные обстоятельства установлены судом первой инстанции, а также подтверждаются представленным ответчиком доказательством, в том числе скриншотами страниц сайта, переченьем текущих видеотрансляций пользователей сайта с изображением в форме регистрации, сведениях об учетных записях пользователей, информация об адресах, бла-бла-бла. В материалах дела также имеется копия пользовательского соглашения, как раз вот о котором, ссылка на которую приведена в форме регистрации пользователей на сайте ответчика после текста «Принимаю условия», и содержание которого следует, что пользователь предупреждается об ответственности на нарушение прав третьих лиц при осуществлении с помощью технических средств айса видеотрансляции фрагмент раздела «Помощь», в котором пользователи сайта также предупреждаются об их ответственности при осуществлении видеотрансляции. Деятельность по предоставлению технических средств для размещения пользователями сайта видеотрансляции ответчик осуществляет в рамках законодательства о связи как провайдер соответствующих телематических услуг на основании лицензии номер 159-246 наказание телематических услуг связи. Лицензию не для этого на самом деле выбирали, но у нас есть пара клиентов, которым телематика была нужна. Еще в 2017 году мы эту лицензию получили. Таким образом, судом установленной подтверждается имеющаяся в деле что ответчик предоставляет пользователям своего сайта возможность размещения видеоматериалов, то есть оказывает телематические услуги хостинга. И по отношению к видеоматериалам, размещенным пользователям на сайте, ответчик выступает в качестве информационного посредника по смыслу первого пункта той самой статьи с 12.53. Согласно третьему пункту той же самой статьи информационный посредник, предоставляющий возможность размещения материала в информационно-телекоммуникационной сети не несет ответственность за нарушение интеллектуальных прав, произошедшее в результате размещения материала третьим лицом при соблюдении информационным посредником следующих условий. Понимание условия. Он не знал, я не знал и не должен был знать о том, что использование результата интеллектуальной деятельности, содержащейся в том числе, является неправомерным. Второе. Он в случае получения в письменной форме заявления правообладателя о нарушении интеллектуальных прав с указанием страницы сайта или сетевого адреса сети интернет, на которых размещен такой материал, своевременно, 9 минут, принял необходимые и достаточные меры для прекращения нарушения интеллектуальных прав. Окей. В обжалуемом решении судом не установлено, что ответчик знал и должен был знать о содержании размещенных пользователем на его спорных материалов и о наличии в них объектов исключительных смежных прав. Данный вопрос судом первой инстанции исследован не был. При этом в материалах дела имеются письменные объяснения ответчика о том, что спорные видеоматериалы размещались на сайте в течение короткого промежутка времени и в режиме потоковой трансляции видео, то есть без возможности повторного просмотра. Без предварительной проверки содержания, ну то есть мы не взяли видеозаписи, не загрузили ее, то есть у нас не было возможности проконтролировать то, что выкладывает пользователь. Со стороны ответчика и без уведомления ответчика со стороны размещения данный материал пользователя. То есть пользователь нам не говорил о том, что собирается размещать такой материал. Очевидно, что у ответчика отсутствовала и не могла иметься информация о всех существующих объектах смежных прав третьих лиц для проверки всех размещаемых пользователями видеоматериалов на сайте. В связи с этим до получения ответчиком обращения истца речь идет о письме о предполагаемом нарушении смежных прав в спорных материалах ответчик не знал, но так и было, и не мог знать, что спорные материалы, размещенные пользователем сайта, предположительно содержали объекты исключительных смежных прав. Мне нравится формулировка «предположительно» это вот тоже адвокатская. Еще даже не доказано было, что эти объекты принадлежали КХЛ, но об этом чуть позже. В обжалуемом решении установлено, что после получения обращения от истца ответчиком в несудебном порядке были предприняты меры по удалению спорных материалов с сайта. В материалах дела также имеются доказательства того, что после получения ответчиком по электронной почте заявления истца о нарушении интеллектуальных прав с указанием страниц сайта, на которых размещен спорный контент, ответчик своевременно в течение 9 минут принял необходимые и достаточные меры для прекращения предполагаемого нарушения. Созданные пользователем сайта видеотрансляции были удалены, страницы пользователей и их учетные записи заблокированы. Но это на вареге их вообще не жалко. А именно, письменные возрождения ответчика против исковых требований, копия переписки ответчика с Роскомнадзором, тоже хорошее доказательство, нам казалось, в ответ на уведомления о нарушении исключительных прав, скриншоты страниц сайта с информацией об изменении статуса доступности страницы сайта, на котором размещался спорный материал, приведенные в письменных возрождениях и дл-дл-дл-дл, при осмотрении дела в ходе не оспаривались. Хорошо. Таким образом, ответчик выполнил оба условия, с которыми Гражданский кодекс Российской Федерации связывает освобождение информационного посредника от гражданской ответственности, в том числе имущественной, кстати, за возможное нарушение исключительных прав третьих лиц в связи с размещением пользователями с сайта спорных материалов. При этом суд первой инстанции неправомерно связывает возможность признания факта размещения спорных материалов на сайте ответчика третьими лицами с необходимостью точного установления личности конкретного пользователя сайта, включая установление фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера паспорта и НН, адреса места жительства соответствующего пользователя. Подобные требования к установлению личности пользователя сайта как условия освобождения от ответственности информационного посредника не основаны на законе, противоречит целям правового регулирования, закрепленного бла-бла-бла-бла-бла и противоречит обычаям диабилового оборота в сфере пользователя пользования сетью интернет. Тут надо еще сказать, что апелляция написана во многом на основании судебного решения и по-хорошему нужно, конечно, ознакомиться сначала с судебным решением, но оно трындец какое, муторное, несвязанное, но вы абсолютно спокойно можете его прочитать. Ссылки на судебное решение, там 10-страничное, вы можете посмотреть 9-страничное. Нет, это отзыв к исковому звеню. 9-страничное, вот решение суда. Вы можете самостоятельно ознакомиться, то есть мы информацию в принципе не скрываем, поэтому, пожалуйста, ну, в принципе, потому что замазываем иногда вот такие вот вещи, как выяснилось, нельзя там всякую личную информацию, ну, типа, номера телефонов, имейл, и это уже противоречит, насколько я понимаю, законы о персональных данных, разглашение какой-то информации. Ребят, что случилось? Экшн, экшн идет. Так, на чем мы остановились? Итак, как следует из материала в дело. Обращение ССА к ответчику с требованием удалиться с сайта материала поступило с указанием конкретных адресов страниц. Да, там два аккаунта, по смурфам пробивается, это один и тот же человек. Повторюсь, там имейл основной, но об этом сейчас мы прочитаем, кажется. На которых, по мнению ССА, осуществлялась, хорошая формировка, на которых, по мнению ССА, мы не признаем это, осуществлялся показ спорных материалов, содержащих объекты смежных прав. Адреса страницы содержат в себе логин пользователя, который выбирается, присваивается пользователям составляющим при регистрации ответчикам. Ой, вот адреса я не замазал, айпишник, это не надо. Короче, как бы мне это показать, чтобы вам не показать. Давайте я прочитаю просто. Не буду показывать. Ребят, короче, звук пропадает, потому что я убираю захват с карточки видеозахвата, а звук идет через карточку видеозахвата, поэтому звука нет. Для тех, кто недавно присоединился, если вы хотите коротко узнать, что произошло, просто заходите в новость и читайте краткое описание сути дела. Шесть предложений и сразу вомут за головой. Короче, пропускаем. Пропускаем эту часть, видимо. Давайте я прочитаю как можно. В общем, при этом зарегистрировался. Короче, речь идет о том, что конкретный пользователь зарегистрировался на сайте. Мы знаем приблизительно, что это за пользователь. При этом суть первой инстанции подтвердил, что на сайте ответчик имеет систему регистрации пользователей, при которой пользователь указывает свое имя, адрес электронной почты, после чего получает доступ к книжеческим средствам с сайта. Действующим законодательством, в частности, нормами 17 пункт второй статьи федерального закона от 29 июля об информации на информационных технологиях и защите информации, на которой ссылается суд в обжалуемом решении, не предусмотрена необходимость полной идентификации пользователя сайта для цели установления факта размещения спорных материалов третьим лицом. То есть речь идет о том, что нам не обязательно собирать всю эту информацию для того, чтобы подтвердить факт нарушения. Действующее законодательство также не препятствует признанию факта размещения на сайте спорных материалов третьим лицом, а не самим владельцам сайта при наличии на их доказательств причастности третьих лиц, не содержащих информацию, позволяющих их полностью и точно идентифицировать. Ни хрена не понятно. Практика апелляционной станции Московского городского суда по данной категории дел, кстати, она более положительная, чем, насколько я понимаю, чем первичные вот эти вот рассмотрения, чем суды в первой инстанции. Подтверждает необоснованность и ошиботочность подхода к установлению третьих лиц. Вот это, кстати, хороший момент. Предложенную судом первой инстанции в данном деле. Так, в гражданском деле 33,92... А, они на Мейл.ру подавали, точно. Да, 12. Рассмотренном апелляционной инстанции Московского городского суда. Ответчик ООМейл.ру... Кого там только нет. Вот можете зайти в КХЛ, там прям все на РООД.ру, Клауд Флэр. О, у меня сейчас... Привет. Я зачитываю апелляцию. Такое чтиво классное. Я довольный, потому что защитная реакция у меня. Вспоминаю все это. Мне 10,5 лямов. Моя вторая половинка пришла. Не будет. Сапог тебе. Видишь? Давай, кота, паузу сделаем. Давай, кота. Лови кота. У меня стрим. Ну, стрим, ладно. Ну, кота дай. Почему-то апелляцию не ловится. Не ловится кот? Нет. Не ловится. Слушай, там на улице такой дубак, у тебя тут конделок. Там, тут жара. Да? Да, давай. Так, на чем мы остановились? Практика апелляционной, да. Mail.ru был признан информационным посредником по отношению к спорным материалам, размещенным на сайте ответчика одним из пользователей. На одноклассниках, кажется, трансляция еще шла. Несмотря на то, что личность пользователя не была установлена из-за недостаточности сведений, представленных им при регистрации на сайте ответчика, суд также исходил из того, что применительно к правоотношениям по использованию сервиса Mail.ru, размещенного на сайте бла-бла-бла, ответчик выступает в качестве провайдера хостинга сайта, поскольку ответчик лишь оказывает услуги пользователям сервиса по предоставлению вычислительной мощности для размещения информационного сессии в пункты материального закона 149-го ФЗ. По условиям лицензионного соглашения ответчик сам не загружает какой-либо материал в облачное хранилище конкретного пользователя, не управляет настройками личного доступа, но, в общем, тоже открещиваются, говорят, что и это прошло. При этом пользователя сервиса, разместившего в личном хранилище спорные литературные произведения для всеобщего использования, тут еще лайтовая версия, тут, по крайней мере, записи выкладывают, а с трансляцией вообще ничего не сделаешь, установить не представилось возможным, поскольку при регистрации пользователя в рамках сервиса «Облака Мэйл.ру», а также почтового сервиса Мэйл.ру не требуется обязательное указание номера мобильного телефона. Приведенный выше подход апелляционной инстанции Московского городского суда к вопросу об ответственности информационного посредника за действиями третьих лиц пользователей, где отсутствие сведений о личности пользователя не служит препятствием для признания ответчика к информационным посредникам, соответствует установившейся в данной форме обычаям делового оборота. Регистрация пользователя на сайтах информационных посредников, предоставляющих на безвозмездной основе услуги при размещении в сети интернет-текстовых, фотографических, видео иных материалов, осуществляется во многих случаях с использованием только имени и адреса электронной почты пользователя, а также иногда с указанием даты рождения и мобильного телефона, как правило, в случае, когда на сайте используются электронные платежные системы, все правильно, требующие отправки и получения смс-кодов. Блин, прям как у нас. Паспортные данные, адрес проживания, НЭМ, другие сведения о пользователе, об отсутствии которых указывает суд первой инстанции в обжалуемом решении. Информационному посреднику, оказывающему пользователям безвозмездные услуги, как в случае с сайтом GoodGame.ru, не требуется. Их отсутствие ответчика не может быть основанием для отказа в признании ответчика информационным посреднику. То есть это ответ по пунктам по решению суда. Суду следовало учесть, пишет Яндек, характер деятельности ответчика как провайдера телематических услуг, структуру и функциональность сайта ответчика, адреса страниц сайта ответчика, на которых размещались спорные материалы, действия ответчика в ответ на обращение правообладателя, объяснение ответчика, данные суду и сведения о пользователе, зафиксированные серверами ответчика. Сервера все зафиксировали. В совокупности эти обстоятельства и доказательства указывают на то, что спорные материалы были размещены на сайте одним из пользователей сайта, то есть третьим лицом, и ответчик не инициировал их размещение на сайте, не изменял спорные материалы и не проверял их содержимое до их размещения. Ну, мы и не можем их проверить. При этом ответчик проявил заинтересованность «Ох, прямо сейчас я проявил заинтересованность в обеспечении защиты прав истца и предпринимал процессуальные действия для предоставления в суд дополнительных сведений о пользователе, размещившем... Ну, суду-то мы можем предоставлять, вам рассказывать не будем. Материалы. Так, ответчикам было... Мы ходатайствовали о привлечении в качестве третьего лица, но его отклонили, короче, неважно. То есть пользователь... В принципе, если человек захочет, например, вы сотрудник ИХЛ, например, у вас там дела на потоке, все хорошо, вы стартуете трансляцию с левого аккаунта, делаете скриншот, неважно, сколько его посмотрело, и в суд все нормально. Ничего не сделать. Просто ничего не сделать. Это вот уже по факту вот этих вот трех месяцев. То есть вас, скорее всего, признают виновными. Класс. Таким образом, при вынесении обжалуемого решения суд первой инстанции нарушил нормы процессуального права, а именно нормы части 1 и 2 статьи 57 Гражданского правового кодекса, кажется, да, предусматривающего право ответчика на содействие суда в истребовании доказательств. Нам не содействовали. Ну, потому что отклонили ходатайство о привлечении товарища. Суд первой инстанции также нарушил нормы ст. 35, 43, 166, устанавливающих право ответчика заявлять ходатайство, в том числе ходатайство о привлечении для участия в деле третьих лиц и обязанность суда рассматривать такие ходатайства и вынести при результатах их рассмотрения определение. В предварительном судебном заседании 22 мая, я помню этот день, солнечный, замечательный, московский, 2019 года ответчикам было заявлено ходатайство о привлечении к участию в деле в качестве третьего лица пользователя сайта, на чьей странице были размещены спорные материалы с указанием имени, фамилии, адрес электронный, номер мобильного телефона, данного физического лица. Все гуглиться вообще, изи. Сведения об определении суда об отказе в удовлетворении данного ходатайства, а также мотивы отказа, если такое определение было вынесено в жалуемом решении, отсутствуют. Да, я не закончила мысль. То есть мало того, что человек может вот взять и инициировать вот это вот дело и заработать на этом денег, он еще будет, скорее всего, уверен в том, что его в качестве третьего лица к ответственности не привлекут. Классно, классно. Вместе с тем обжалуемое решение может повлиять на права и обязанности данного пользователя по отношению... Ходатайство, извини, браздор, пожалуйста, я вообще нубас. Ходатайство. Ходатайство, ходатайство. Вместе с тем обжалуемое решение может повлиять на права и обязанности данного пользователя по отношению как к ответчику. в случае возложения судом безвиновной ответственности на ответчика за действие пользователя, то есть в случае причинения пользователем ущерба ответчика, так и к ИСЦУ в случае восстановления судом факта нарушения права в соответствии с первой частью 43-й статьи Гражданского кодекса. Эти обстоятельства являются основанием для привлечения третьего лица к участию в деле. В соответствии с 4-й статьей, с 4-й частью 330-й статьей, принятие судом решения права и обязанностей лица, не привлеченных к участию в деле, является безусловным основанием для отмены решения суда первой инстанции. Ой, классно! Я только сейчас дошел до меня смысл этих слов, потому что я читал это бегло, а тут прям да, если нет мотивированного, получается, ответа на ходатайство, в данном случае о привлечении третьего лица, то все это, это все, это ВИН. Безусловное основание для отмены решения суда. Изи! Все, можно закрывать и идти спокойно играть в Варкрафт, но нет, там еще нарушений. Суд первой инстанции неверно применил нормы статьи 42-й закона РФ. Ой, люблю этот закон. Я с ним... Во-первых, спасибо ИСУ, я прочитал наконец-то полностью закон о СМИ. Вот, но не нужно было до этого его так пристально читать. Все, весь закон о СМИ, в том числе эту 42-ю статью закона, который освобождает от ответственности. Итак, суд первой инстанции неверно применил нормы статьи. На самом деле там все не так плохо в законе о средствах массовой информации. Там... Ладно, не буду забегать вперед, давайте почитаем. Об особенностях ответственности информационных посредников и без учета правовой позиции Верховного Суда РФ. Как уже отмечалось, в письменных возражениях ответчика 28 мая об обязанности редакции СМИ соблюдать права на интеллектуальную собственность является бланкетной нормой, которая сама по себе не устанавливает ответственность для нарушения прав интеллектуальной собственности. Основание и порядок привлечения гражданской правовой ответственности устанавливаются нормами Гражданского кодекса, в том числе нормами той самой статьи 12.53.1 об особенностях ответственности информационных посредников. Если та или иная деятельность лица квалифицируется по правилам Гражданского кодекса как деятельность информационного посредника, то его ответственность за нарушение прав третьих лиц, произошедшие в связи с этой деятельностью, определяется также правилами Гражданского кодекса. И бланкетная норма закона о СМИ не отменяет и не изменяет эти правила. Применяя в настоящем деле 42 статью, суд первой инстанции не учел объяснение ответчика и представлены им доказательства о том, что его деятельность по предоставлению телематических услуг в связи, в том числе деятельность по предоставлению технических средств пользователям сайта для разрешения размещения видео, ошибка, видеоматериалов и организации видеотрансляции не относятся к деятельности учрежденному ответчикам СМИ, и проводимые пользователями сайта видеотрансляции не регулируются нормами закона о СМИ. Как коммерческое и юридическое лицо с общей правоспособностью, ответчик занимается различными видами деятельности, одним из которых является деятельность по предоставлению услуг хостинга видеотрансляций. И вопрос о том, является ли ответчик информационным посредником, должен решаться применительно к конкретному виду деятельности, в связи с которым у ИСА возникли требования к ответчику. Логично. Согласно правовой позиции, закрепленной в 77 пункте постановления Пленума Верховного Суда о применении части 4 Гражданского кодекса, вопрос о том, является ли конкретное лицо информационным посредником, устанавливается судом с учетом характера, осуществляемым таким лицом деятельности. Если лицо осуществляет деятельность, которая указана в ст. 1953, то такое лицо признается информационным посредником в части осуществления данной деятельности. В случае, если оно осуществляет одновременно различные виды деятельности, то вопрос об отнесении такого лица к информационному посреднику должен решаться применительно к каждому виду деятельности. Ответственность информационных посредников, в том числе и за нарушение в сфере предпринимательской деятельности, наступает при наличии вины. Таким образом, установив, что размещение спорных материалов на сайте ответчика было осуществлено пользователем сайта, в рамках возможности, предоставляемым ответчиком как провайдером услуг хостинга видеотрансляций, на основании соответствующей лицензии Роскомнадзора, суду следовало применить нормы статьи 12.53 об особенностях ответственности информационных посредников, а именно проверить, имелась ли у ответчика вина в размещении спорных материалов. Обеспечивает ли ответчик условия для предупреждения пресечения нарушений прав третьих лиц на своем сайте? Конечно. Своевременно ли и эффективно реагирует ответчик на выявленные нарушения? 9 минут. И иные обстоятельства, с которыми закон и судебная практика связывают возможность освобождения информационного посредника о до ответственности за нарушение интеллектуальных прав в связи с действиями пользователей. Доказательства наличия данных обстоятельств были представлены ответчиком материали Дилла вместе с письменными возражениями, пользовательское соглашение, предупреждение пользователей об ответственности, элементы интерфейса, направление жалоб на спорные материалы, Сведения о модерации страниц сайта со спорными материалами, переписка с городским надзором об удалении спорных материалов и другие доказательства. Однако какая-либо оценка этим доказательствам в обжалуемом решении суда не дана. Осталось совсем немного, буквально три странички. Там так и есть. Там так и есть. Это тоже шок. То есть нет оспаривания того, что трансляция была прекращена. Есть статистика из Яндекса, есть логи, есть подтверждение Роскомнадзора о том, что все нормально. Но мы не предоставили скриншот. Я не помню, на какой странице это было. Ну, короче, в судебном решении вы можете посмотреть. Тоже занимательное чтиво. Реально, в судебном решении написано было о том, что на момент принятия решением суда мы не предоставили скриншот о том, что не ведется та самая трансляция КХЛ на тех самых страницах. Еще разок. Однако в материалах настоящего дела отсутствуют скриншоты страниц сайта-ответчика с адресами, датированные 28 марта, на которых усматривалось бы осуществление видеотрансляции каких-либо материалов на данных страницах. Таких скриншотов не может существовать, поскольку указанные выше страницы пользователей были удалены ответчикам 28 марта. В связи с обращением мы ссачались несколько минут после полученного обращения. Вы понимаете, абсурд? Ладно, я уже... Все у меня плавится. Я просто возвращаюсь с мыслями к этому делу и... Малевич за суде. Да, надо было прислать скриншот, которого нет. Трансляции, которой нет. Да. По заявлению самого истца спорные материалы представляли собой видеотрансляцию, потоковое видео, передаваемое в реальном времени, после прекращения которой у пользователей сети не остается возможности снова получить доступ к переданным в рамках этой трансляции сообщением. Еще разок. Вдумайтесь. Спустя два с половиной месяца суд говорит о том, что мы не предоставили скриншоты, на момент суда, вот к этой дате, о том, что в данный момент не идет трансляция. Та. Та самая трансляция. Окей. Смех смехом, но минус 300к. Это минимум. Еще затраты на адвокатов. И самое главное при... На адвоката, не адвокатов, извини, Яндек. Просто фраза такая. И самое главное, мы виноваты. Мы виноваты. Вот эту фразу я несколько раз повторял после суда. Мы виноваты. Мы в этой ситуации виноваты. Как ее избежать? Я не знаю. У тебя есть трансляции, которые ты не можешь никак по определению... Ты по определению прямой эфир не можешь модерировать. Это не загруженная видеозапись. То есть он просто идет. И не важно, сколько шла эта трансляция. Пользователь делает стрим, делает скриншот через 2 секунды, отправляет это все в Мосгурсуд. И при правильной подаче пока что 100% обвинительных и частично удовлетворенных оставшиеся 20% дел. Все. Вот это как бы уже... Это уже история. Понимаете? Это я не придумываю. Это не гипотеза. Это вот то, что произошло за последние там 2,5 месяца. Это вот... Это факт. Мы в этом виновны. И вот именно поэтому после этого я и пытался вот этот диссонанс поймать. Мы виновны в этом. Причем не потому, что мы СМИ, не потому, что мы стриминговый сервис. Это относится вообще к любому плееру, к любому сайту. Точнее, не к плееру, а именно к сайту. Виновны. Виновны. И сайт могут закрыть, если будет повторное нарушение. Блин, это вполне реально. Это вполне реально. Звучит немножко сюрреалистично, но если бы не было вот этих вот документов, не было вот этой вот истории, это реально уже факты. Ладно, едем дальше. Дочитываем и Warcraft. Исцеляющий. В материалах дела имеется письменное объяснение ответчика о немедленном удалении соответствующих страниц после обращения СССР. Сведения об отключении страниц, бла-бла-бла-бла. Переписка с Роскомнадзором, из которой следует, что спорные материалы были удалены. В актах мониторинга Роскомнадзора, на который ссылается суд, в одно сжалуемом решении также отсутствует сведение о доступности спорных материалов на сайте на какую-либо дату после 28 марта. При этом сам в процессе рассмотрения дела в суде первой инстанции, естественно, не возражал против представленных ответчикам доказательства и временного пресечения спорных действий. Да, там была интересная ситуация. Типа, истец говорит, ну, трансляцию они... То есть не ставилось под вопрос вообще, что трансляция прекратилась. Они знают, что прекратилась. Он говорит, ну, да, трансляцию довольно оперативно закрыли. Блин, какая же там фраза была? Не по инерции. Ну, типа, ну, мы все равно на следующий день... Я не помню. Как же он там сказал-то? Яндекс, ты не помнишь случайно? Ну, типа... Какая же там фраза была? Не по инерции, но смысл такой, что, типа, уже процесс был запущен, вот, или готов уже был. Мы все равно решили обратиться. Ну, несмотря на то, что уже как бы... Вот, ладно, друзья. На всякий случай я скажу, что мы... Это первый суд. И с другими правообладателями мы сотрудничаем по другой схеме. То есть, приходит страйк, мы реагируем. Если правообладатели, там, а медиатека какая-нибудь с Игрой Престолов или спортивные матчи на Матч ТВ не устраивает скорость реагирования, мы выдаем права на сайте. Ну, и солидим за тем, чтобы они... Ну, они только свои трансляции закрывают. То есть, вот эта работа с правообладателями нормальная. То есть, если не устраивает... С одной стороны, мы сильно не запрещаем, ну, потому что смониторить все, блин, трансляции, особенно на дне, там, где два человека смотрят аниме или там ютубчики, клипчики или даже какие-то сериалы. Если нет страйков, то... Ну, то они там работают и работают, никому не мешают. Но если прилетает от правообладателя, мы реагируем. Ну, потому что мы работаем, блин, в правовом поле. Мы в Российской Федерации. У нас и компания здесь зарегистрирована, и домен рушный, и аудитория вся российская. То есть, нам нужно в любом случае работать в правовом поле. Ну, как бы... Это логично. Вот. Но здесь другая схема, понимаете? Это было первое письмо от КХЛ. Наше первое знакомство. Первое. Первое. Проверяли специально. Не до этого вообще ничего не писали. Первая трансляция. Первое письмо. Девять минут. Судебный иск 10,5 миллионов. Приятно познакомиться. Очень хорошая компания. Нет, это безусловно... Ладно. Никаких выводов. Актомониторинга. Окей. В связи с этим, ответчику не требовалось представление каких-либо дополнительных доказательств отрицательного факта отсутствия спорных материалов по указанным адресам. В частности, по очевидным и объективным причинам ответчик не имел возможности предоставить скриншот отсутствующих страниц. Ну, сейчас мы просто оправдываемся, что мы что-то не думали, что надо еще скриншот на момент суда актуальны, потому что доказательств пруд-пруди и нас не обвиняют в том, что трансляция прекращена. Как бы истец не оспаривал это. Неизвестный поддержал, но адвоката говорит, спасибо большое за десяточку. Да, это, конечно, небольшая часть, но понимаете, у нас еще нет выбора. Мы должны в любом случае пытаться доказывать свою правоту. Мы обязаны делать апелляцию, потому что, повторюсь, у нас выбор следующий. Либо мы изобретаем какую-то мега-крутую нейронную систему, которая в течение пары секунд определяет, принадлежит этот контент к правообладателю, то есть он относится к игровому или не относится. И, соответственно, автоматизированная система, которая сразу там блочит все по-хитрому, такого ни у кого нет. Вот. Есть, конечно, методы там с ватермарками интересные решения, но они не оперативны. Они сделаны для того, чтобы идентифицировать пользователя, который ведет сейчас трансляцию, то есть конкретно, кто купил. Вот. Все. А других опций у нас нет. То есть в любом случае в остальном тот факт, что нас признали виновными в такой ситуации, либо мы не размещаем вообще никакие плееры у себя, ну и, естественно, стриминговый сервис закрываем, никакие левые плееры не размещаем, а вдруг там кто-то что-то будет стримить, и кто-то сделает скриншот и отправит это, и начнется новое дело. Все. Нам нужно только пытаться добиваться справедливости. Ну, я не знаю, какие там шансы, шансы наверняка меньше 50% такие. Вот. Но, например, была же шумиха по поводу СМИ и комментариев пользователей, то есть и в результате Верховный суд постановил о том, что средства массовой информации не несут ответственности за комментарии пользователей, размещенных на страницах средств массовой информации, в том случае, если они выходят без предварительной модерации. То есть, если они выходят типа как в прямом эфире, то есть пользователь нажал на кнопочку, комментарий появился, редакция не редактирует его, не выпускает специально. То СМИ за эту ответственность не несет. Здесь по логике должна быть такая же тема. То есть, если речь идет о немодерируемом контенте, ну, который либо ты технически не можешь никак модерировать, он просто может оказаться на твоем сайте. Может пользователь оставить какой-то комментарий, который нарушает там законодательство или права третьих лиц. Он может в комментариях поставить там плеер какую-то, картинку какую-то, не знаю. Вот. И, ну, за это ВК не закрывают там, или другие ресурсы, где контента нарушающего, то есть, он в любом случае появляется. То есть, главное у нас, как информационного посредника, задача своевременно реагировать на такой контент. Если приходят жалобы, то мы должны на это реагировать. Все, реакция была моментальная, но не помогло. Не помогло. Вот. То есть, у нас нет выбора, мы должны просто ехать вперед и пытаться апелляцией и судиться, судиться, судиться дальше. Если переехать в другую доменную зону. Ты какая разница, где доменная зона? Тебя домен заблокируют в России. Роскомнадзор бахнет, будет решение суда. Роскомнадзор спокойно вынесет решение о блокировке сайта, если у нас будет повторное нарушение. Все. Да, отлично. Сидишь на другом, неважно, на каком адресе ты сидишь. В России-то он работать не будет. Какой смысл? Вот. Мы работаем в России, мы работаем в... Стараемся, по крайней мере, работать в правовом поле. Вот. В офшор это классно, конечно. Налогов меньше платить, не заморачиваются там всякие donation alerts, не заморачиваются там разные, короче, люди. Уводят в офшор, улыбаются. А мы, как дураки, здесь сидим. Но проблема не в этом. Проблема в том, что просто домен заблокируют и все. Так. Таким образом, определив, что свое временное удаление отвеччиков спорных матч, сейчас уже закончим, друзья, пойдем в Warcraft расслабляться, потому что, ну, я не хочу опять это переживать. То есть, я буду это переживать еще неоднократно, по крайней мере, апелляция уже подана, и будет другое судебное заседание с другими судьями, и будем там искать справедливости. Блин, я такой, Вася, наивный. Думал, реально у нас хорошие шансы с этим делом. Ну, а выборов в любом случае не было. У нас нет лишних миллионов для того, чтобы откупаться от такого шантажа. к сожалению. Twitch откупился. Да, я прикинул, что американская компания в Мосгорсуде за счет большего количества средств. Блин, это грустно. Ладно, нормально все будет, прорвемся, нас много. Таким образом, определив, что своевременное удаление ответчикам спорных материалов сайта имеет важное значение для дела, с этим обстоятельством суд связывает во вжелуемом решении оригами. Говорит, добрый вечер, только дочитал интересную тему. КХЛ Марк сердце крови выливается, ведь есть еще фейковые новости и неуважение к власти. Да я не знаю, кого тут винить на самом деле. То есть, мне реально судья показалась очень хорошей. Она реально слушала. Полтора часа заседания было. До нас были люди, там 15 минут, я думаю, ну все, попали. У нас один ответ на исковое заявление, 8 страниц, она не успеет это прочитать. Нет, все прочитали, полтора часа, правильные вопросы задали. Я думаю, ну нормально. Здравствует наш российский суд, как говорится, самый гуманный. Михаил, встать. Суд там ушел для принятия решений. Встать, суд пришел, виновный. Окей. Хорошо. И ты стоишь вообще и сделать ничего не можешь. Ладно. Ответчик также полагает, что у суда первой инстанции отсутствовали основания для удовлетворения неимущественного требования. Вот это вообще интересно. Смотрите. Для удовлетворения неимущественного требования ИСА в полном объеме, а именно требования о прекращении создания технических условий, обеспечивающих разношения спорных то есть без указания адресов страниц сайта, на которых размещались спорные материалы. Кстати, хороший момент, мы можем апеллировать на блокировку не всего сайта, а именно конкретных страниц. Хотя, если повторные нарушения, то могут заблокировать и домен целиком. Как уже неоднократно указывалось выше, спорные материалы были размещены на индивидуальных страницах пользователей сайта ответчика по адресам бла-бла-бла-бла. Именно на этих страницах имелось технические условия, обеспечивающие размещение спорных материалов на других страницах сайта ответчика news, форум, help, help, shop, у нас есть отличный магазин, друзья, пользуясь случаем, заходите. У нас классные, просто классные, качественные футболочки, коврики, я жижал. Будем отбивать затраты. Спорные материалы отсутствовали, а также на них отсутствуют технические условия для размещения. Неизвестные 10 тысяч еще прислал. Спасибо, друзья. Спасибо. Это реально поможет. И Яндеку отдельное спасибо. Я как посмотрел на косты официальные, которые у Яндека. Не дай бог вам судиться. В какой-нибудь московской хорошей адвокатской конторе. А Мосгурсуд является единственным учреждением, которое именно эти типы дела рассматривают. То есть, если будет у вас суд по интеллектуальным правам в интернете, то вы тоже без удовольствия посетите Мосгурсуд. Кстати, если вы будете рядом с Мосгурсудом, рекомендую посетить кафешку, которая буквально в 100 метрах находится. Она в стиле друзей сделана. Там крутится сериал, меню, все с тематической цены, нормальный, вообще классно посидел. Единственное положительное воспоминание от того дня. Ну и, конечно же, еще общение с Яндеком. Да, требования ИСАК-ответчику о прекращении создания технических условий, обеспечивающих размещение спорных материалов на сайте ответчика могут быть обоснованы, которые допускают защиту нескольких, путем объявления требований пресечения действий, нарушающих право, совершив грозу нарушения к лицу, который может пресечь такие действия. В настоящем деле ответчик выступает в качестве лица, который может пресечь действия нарушителя. Соответственно, требования ИСАК-ответчику должны быть направлены и может быть удовлетворены в отношении пресечения конкретных действий, осуществляемых нарушителями. Такими действиями в настоящем деле предполагается действие пользователя сайта-ответчика по размещению спорных материалов на страницах сайта. Ой, Сергей, спасибо большое. Валерианочка. Да, да, да. У меня сейчас другая реакция, друзья. Для меня этот процесс был растянут. Он сейчас для вас концентрированным. Вы, наверное, сидите и офигеваете многие просто от происходящего. Вот. Я офиговал давно. Первый раз офигел, когда 10,5 миллионов увидел. Вот, прикинул в нашу бухгалтерию. Откуда мне доставать 10 миллионов с половиной? Думаю, нет. Вот. А потом вот эти вот все согласования, суды, изучение законов, предварительное слушание, знакомство с адвокатом оппонента. Приятно, приятно. Общение с другими адвокатами. Потому что мы консультировались с разными самыми людьми. И они уже говорили, что у нас такая судебная практика, что если до суда довели, то это уже рандом. Что... Ну и, собственно, вы можете посмотреть решение, опять же, в Мосгорсуде по КХЛ поискать. Опять же, там нет оправдательных приговоров. Приговор. Приговор. Правильность данного подхода находится в подтверждении на практике апелляционной инстанции Московского городского суда, а также упоминавшегося в апелляционном определении по гражданскому делу. Судебная коллегия не согласилась с доводами апелляционной жалобы отца наличия оснований для возложения на OML.ru запрета создавать технические условия, обеспечивающие размещение и распространение на использование спорного контента на страницах сайта. Поскольку спорное произведение было размещено на конкретной странице сайта, ответчик не создавал условия для неправданного других страниц сайта. Данное обстоятельство не доказано истом в ходе рассмотрения дела. Короче, типа, если заблочат, то заблочат только те вот страницы. Стиха говорит, давай я покажу. Окей, хорошо. Стиха. Ну, да, мы долгое время не опубликовали это общественности по нескольким причинам. Во-первых, зачем вас пугать раньше времени? Потому что, может быть, справились бы и в первый заход, но не справились. Во-вторых, нам не было понятно, пока мы не получили детального, мотивированного решения суда, что нам нужно сделать для того, чтобы избежать подобного впредь. Потому что, реально, если кто-то из негативных пользователей задастся целью и будет юридически подкован и сможет провести судебное там какое-то, то мы очень сильно подставляемся, публикуя фактически инструкцию о том, что нужно сделать. Поэтому мы сначала дождались мотивированного решения суда. На сайте, соответственно, сделали при создании канала привязку сотового телефона. Это реально поможет в плане идентификации, потому что вот эти вот коды, которые приходят, они уже приравниваются, насколько я понимаю, к цифровой подписи пользователя и имеют довольно серьезную юридическую силу. Но это тоже не 100%. В любом случае, на данный момент мы виновны. На данный момент мы виновны. В связи с этим, в случае установления судом оснований для вынесения решения обязать ответчика в настоящем деле прекратить создание технических слов, обеспечивающих замещение спорных материалов. Такое решение должно быть ограничено указанием конкретных страниц. Окей. Вот. Вот это интересный момент. Мне нравится. Уже конец. Потерпите, друзья. Потом будет варка. «Определяя размер подлежащий взысканию соответчиков пользуясь с компенсацией за нарушение исключительных прав 300 тысяч рублей». Повторюсь, это самая минималка. Нам адвокат атаки, ну, в смысле, истца говорил, что меньше 500, это батулина, она не назначает. Так что лучше соглашайтесь, переплатите нам тут на миллион, но зато у вас не будет негативного решения, вы будете, типа невиновные. Вот. Деньги делают вас в такой ситуации невиновными. Вот. У нас, соответственно, там этих 40 просмотров, отвечая 60 тысяч, три канала. Вот. Ну, как же мне это бесит, а? В материалах дела отсутствуют какие-либо документальные подтверждения затрат истца на производство телепередач, организацию сообщений в эфир, документальные подтверждения расходов на приобретение лицензионных прав, подтверждение их связи со спорными материалами также отсутствует. Таким образом, имеет место быть недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела. То есть, обоснуйте, почему 300 тысяч, грубо говоря. В отсутствии этих доказательств суда имелись основания для дальнейшего снижения... Да, кстати, я вижу, что в чате просто ад творится. Если у вас есть что-то прям такое основательное, пишите в комментариях, потому что в чате оно пропадет, а в комментарии просто скопировали, и мы это почитаем. В любом случае, экспертное мнение у нас люди с двумя вышками, юридическое образование через одного, поэтому я думаю, что что-то толковое подскажет. Еще 5К обетер поддержал. Спасибо, друзья. Солярис 300 рублей говорит. Ура, потом будет варкаф буквально тысячу лет не смотрел. Перетопчется, не пущай. За ГГ, за бобра. Спасибо обетер за это все у нас на судебные издержки. Вот. В отсутствии этих доказательств суда имелись основания для дальнейшего снижения заявленного веществом размера компенсации. Ну, напомню, они требовали по 5 миллионов за каждый факт нарушения. По 5 миллионов. При том, что посмотрела суммарно эти две трансляции, там, ну, меньше 40 человек за эти 9 минут. Вот. Для приведения его в соответствии с требованием разумности и справедливости. Это, кстати, по закону формулировка мне тоже понравилась. Неизвестные еще говорят. А я думал, что мне казалось, что на стримах Лонгвара ты выглядела слишком замоченным, да, и более нервным, да. Видимо, не всех сектоидов добили, да. Да, и при этом, как бы, ты приходишь вечерком. Не, на самом деле, мне наоборот, игры помогают вечером, но они отвлекают. Это как вот болезнь, стандартный грипп, лучше провести, ну, то есть, не лучше провести, лучше, конечно, спать при этом, но если не спится, то, конечно, лучше за компом, за играми, которые отвлекают от себя, от этого состояния. Вот. Ну, да, это, ну, потому что под угрозой просто, понимаете, в Индоположде 10 миллионов нет, рандом, опыта никакого, ну, по крайней мере, у тебя практика отсутствует, ну, твоя личная практика, практика публичная, негативная, и ты понимаешь, что как бы, ну, это может быть ГГ, если не справишься, то могут сайт заблочить, вот и все. И меня больше всего в таких ситуациях демотивирует то, что реально от тебя мало что зависит, то есть, да, ты можешь благодаря тому, что хорошая аудитория, найти хорошего адвоката, да, там ресурсы соберем на защиту, но в конце концов ты ситуацию ты не контролируешь. И у нас было уже пару подобных случаев, и это самые сложные, вот с точки зрения бизнеса, хотя Good Game это не совсем бизнес, вот, это самые сложные моменты, поверьте, когда, когда у тебя нет контроля или незначительный контроль за каким-либо процессом, то есть, вот это самое дикое. Проблемы, падения, какие-то финансовые временные трудности, плевать, там рекламодатели, какие-то проекты, сложности, все преодолимо, потому что там ты можешь повлиять, а тут, как бы, к тебе приходят, и сразу у тебя начинается интересная история, которую, лучше позвони Saul, Bear a Call Saul, хороший сериал. Вот, это да, это давит, и от этого надо отвлекаться, ну, то есть, ты что-то пытаешься самостоятельно сделать, но в определенный момент, просто, чтобы в цикл не зайти по мыслям, потому что, ну, в определенный момент я поймался на мысли, что начинаю продумывать вот этот вот процесс снова и снова, пытаясь найти какие-то, какие-то темы, а там минус 10к еще, друзья, спасибо большое. Рутони, спасибо тебе большое. Нет, друзья, эта тема не для, не для того, чтобы собрать средств. Бог с ними, с этими 300 тысячами, найдем, уже частично, видите, нашли. Самая большая задача, это как раз предупредить, что есть вот такая вот проблема, придать эту тему огласке, потому что, неважно, повторюсь, есть вы средства массовой информации, не средства массовой информации, стриминговый сервис, не стриминговый сервис. Если у вас есть сайт, на котором пользователь может оставлять что-то, ну, если вставить он плеер, например, в комментариях, может, все, вы уже в зоне риска. Вы уже, вот реально по практике, в зоне риска. Запускает трансляцию, делает скриншот, инициируется процесс, негативная практика. Вы признаете, скорее всего, виновными. Ну, это неправильно. То есть, это нужно как-то, ну, на мой взгляд, это неправильно. Это правильно с точки зрения российского законодательства, к сожалению. Ну, конкретно по факту. Это правильно с точки зрения российского законодательства. Но я не знаю, как с этим жить. Именно поэтому. Если бы там было, типа, ребята, вы невиновны, но, ладно, 300 тысяч заплатите. Окей. Может быть, даже никому ничего не сказали. Вполне вероятно. Вот. Но мы не можем с таким решением суда просто продолжать работать. Просто. Понимаете? Вот. Итак, в отсутствии этих доказателей суда имелись основания для дальнейшего снижения заявленного из том размера компенсации для приведения его в соответствии с требованием разумности и справедливости, а также для его соразмерности последствием нарушения, как это прописано нормами, бла-бла-бла. В частности, с представленных ответчиком, и не оспоренных истцом доказательств следует, что на сайте истца установлены тарифы на доступ к аналогичным видеотрансляциям по цене от 50 до 75 рублей на одного зрителя, на одного зрителя. Поэтому с учетом зафиксированного ответчиком количества уникальных пользователей, это Яндекс.Метрика, статистика, пожалуйста, можно публично ее открыть, ответчикам уникальных пользователей 40 посетивших страниц сайта ответчика, на которых размещались материалы, вероятные убытки, то есть даже, допустим, эти 40 человек купили бы трансляцию, то есть они вот все прям здесь пошли и купили эти 40 человек трансляцию за 75 рублей. Убытки истца от упущенной, ну вот упущенная прибыль, да, могли составлять от 2 до 3 тысяч рублей. Ну, заявлено по 5 миллионов, ну, как бы нормально. А дали 300 тысяч. Ну, меня предупреждал на самом деле на старте адвокат, что они могут просто вот взять одну сумму, взять вторую сумму, ну, приблизительно поделить пополам и оценить таким вот образом. В общем, много интересных мыслей. Ну, почти так и произошло. Ну, не пополам, конечно, но вот откуда эти 300 тысяч взялись? Вообще не ясно. Данные обстоятельства должны были послужить основанием для снижения судом размера, заявленной с том компенсации до минимального установленного законом размера. Да, я полагал, что наивно предполагал, что у нас хорошие позиции, мы, скорее всего, будем признаны невиновными, но если будем признаны виновными, учитывая мелкий ущерб, мы заплатим там эти 10-15 тысяч. Да, остается проблема связанная с тем, что мы виновны и надо с этим что-то делать, потому что повторяется, ну, можно повторить легко это дело. Решением суда установлено, что, естественно, является учредителем средствам массовой информации, осуществлял телевизионного вещания передачи данных каналов, зачем ИСУ принадлежит исключительно смежное право на использование сообщений в эфир телепередач данных каналов. Однако, в материалах дела отсутствуют доказательства, ну, то есть, даже нет подтверждения того, что именно эти материалы транслировались, именно на эти материалы есть у ИСА права. Ну, это тоже не остановило. Напротив, в материалах дела имеются предоставлены ответчиком доказательства того, что, естественно, существует распространение видеоматериала, в том числе, видеотрансляции без использования средств лизионного вещания и без передачи сообщений в эфир, а именно путем публикации видеоматериалов. Да, там еще есть нарушение с... То есть, оказывается, по нашему законодательству, если я правильно помню, Яндек поправь, если я не прав, если вы просто транслируете на своем сайте, ну, допустим, какой-то контент, который типа сами сделали, он вам принадлежит, но не транслируете его через передатчик по какому-то из каналов, неважно, кабельный или основной, и этот передатчик должен быть обязательно размещен на территории России, то у вас нет прав на этот контент. Это законодательство такое у нас. То есть вот онлайн кинотеатры, если они не вещают в эфир, грубо говоря, с передатчика, который находится на территории Российской Федерации, это не их контент. Ну, то есть это... Они не обладают правами на этот контент. Леворга поддержала 10к. Спасибо большое, Леворга. Спасибо. Почти отбили уже. Первое дело. Элгаврик. Косарик тоже. Михаил иди до конца, до Верховного суда. Максимальная огласка. Сила в правде. Эти крысы боятся свет. Да. Ну, я бы и рад не испытывать снова эти эмоции, если честно. Но, повторюсь, у нас просто выбора нет. Теперь я смогу смотреть, как Левориан скидывает 75 рублей. Передатчик — это что угодно. Кажется, нет. Это вот надо смотреть в законе, но вот лучше смотреть, потому что Яндек этот момент изучал. И это... Вот. Ой. Согласно разъяснениям Роскомнадзора, опубликованным на официальном сайте этого органа по адресу данная деятельность не относится к телевизионному вещанию и не связана с передачей сообщений в эфир или по кабелю. Вместе с тем, квалификация деятельности ИСА как организации эфирного вещания является обязательным условием для признания за ИСОМ смежных прав на сообщение передачи в соответствии... Ну, это уже машним называется, да. То есть мы уже там по всем пунктам Яндек пытался разбить, потому что реально шаткая очень позиция, но плевать. Отвечек заявлял свои возражения против признания ИСОМ смежных прав по указанным выше основаниям в своих писемных возражениях по делу. ИСОМ данной возрождения отпровергнутой не было. Доказательства передачи сообщений в эфир не предоставлены. В частности, не предоставлены доказательства использования ИСОМ оборудования для телевизионного вещания, находящегося на территории Российской Федерации. Телевизионные вещания. Видишь, все-таки здесь это не все, что угодно, именно телевизионные вещания. Вот. Таким образом, имеет место недоказанность установленных судом первой инстанции обстоятельств, имеющих значение для дела, отчлевало ИСОМ с телевизионным вещанием спорных материалов. Короче, весело, друзья. Я прошу прощения, что у меня местами неадекватная реакция, но я периодически возвращался. Во-первых, я сравнительно легко уже к этому отношусь, потому что пережил это раньше. Иногда флешбеки проявляются. Если вы считаете, что, Михаил, что-то здесь не чисто, ты нам что-то не досказываешь, милости просим. Вот новость. В чатик, пожалуйста, заходите, читайте. Все материалы по делу. Без изменений, за исключением замазаны там имейлы, ну, короче, личная информация. Пожалуйста. Пришедшее письмо я только должен выложить, когда замажу имейл. Письмо от представителей ИСЦА, решение суда, от Роскомнадзор, письмо с описанием ситуации, формальный ответ от директора. Потом исковые заявления, подготовленные с нашей стороны, решение суда. Ну и, соответственно, самый свежий документ это апелляция. С нашей стороны это самое свежее, что есть. В общем, с Богом. Прорвемся. Спасибо, друзья, за то, что поддерживали. Еще там десяточка прилетела. Поддержал канал на 10. Груд говорит, Миша очень понимает твои чувства. Сам прошел российскую фемиду лет пять назад. Горел после суда. Еще полгода не знал, как жить в этой стране. После этого пережил. Представить спасибо большое. Короче, самый главный месседж, который хочется донести. Какой? Вот самый главный. Самый главный все-таки направлен на огласку и предупреждение тех людей, которые имеют сайты. Как-то не странно. Вот. Изучите, если вы имеете отношение к руководству, если вы несете ответственность, и у вас, соответственно, есть оценка рисков, обязательно изучите материалы по делу. Потому что пока не клюнет, все думают, что не касается. Я тоже думал, что лайтовая версия, потому что среагировали быстро, чего? Стандартные письма. Реагируем, закрываем, профит, никаких проблем. Вот. Но судебная практика говорит о другом. Если дойдет до суда, скорее всего, вас признают виновными. Вот. Но, конечно, теоретически можем эту практику исправить апелляциями, там, Верховный суд, все дела. Но пока что ситуация такая, что пользователь размещает любой плеер на вашем сайте, на котором нарушаются права третьих лиц, делает скриншот, заинтересованный товарищ какой-то с нормальным юридическим образованием, естественно. И вот запускается процесс, на который вы, скорее всего, повлиять не сможете. Вот. Поэтому надо что-то делать. Просто, по крайней мере, вы должны знать, что такая возможность. Я не знаю, что делать. Вот. Но, по крайней мере, вы будете предупреждены. Вот. Второй момент — это огласка, конечно же. Потому что, ну, потому что, вот, судебная система у нас иногда так работает, что пока это не дойдет до широкой общественности, справедливости, в которую я по наивности верил, не дождешься. Поэтому, если у вас есть возможность донести эту инфу, если вам нужна какая-то дополнительная информация, комментарий от меня, welcome, я готов. Открыть доступ к статистике, потому что Яндекс.Метрик у нас закрыт, насколько я помню. Вот. Какие-то дополнительные, какую-то дополнительную инфу, пишите. Предоставлю, без особых проблем. Вот. И, конечно же, на адвокатов. Спасибо, Ноу. О, Ноу, старичок, здравствуй. Не отступать, не сдаваться. Орел еще десятку закинул. Блин, вот превратился у нас в сбор средств. Но спасибо, в любом случае. Большое спасибо. И последнее, последнее. Спасибо вам за то, что смотрели, спасибо за то, что переживали. Старались мы вас в это не втягивать до последнего, но уже, видимо, пора. Пора, потому что... Ладно, если пропустили, запись будет на... В Ютубе уложена. Если вам хочется детально, повторюсь, ознакомиться с материалами дела, милости просим. Ничего не скрываем, все в новости есть. А сейчас я пойду снимать депрессию в ФФА. Заходите, сейчас будет Варкрафт. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова